Очень важно, да-да-да, да-да-да. За что тебя любят? Мне свою соночку подбодрили, сказали, давай, Соник, борись. Борьба будет отчаянная. Фух. Топ-1 и топ-2 эльф мира, кстати. О, Демон Хантер на Демон Хантер. Болеем за желтого эльфа, он в трусах желтых в левом нижнем углу. Это Фогги, украинец. И легенды, конечно же, Мун правый, ну, Соник болеет за него, не знаю зачем. В общем, на кону сумасшедшие деньги. И речь не о каком-то этом призовом фонде в размере 6 825 баксов, кому он нужен. К нам он не имеет почти никакого отношения. А вот что ближе, это вот как раз ответ на вопрос, кому уже достанется либо 30к, либо 10к. Есть что-то, это справедливая ставка. Погнали. Два Демона Хантера, кстати. Два Демона Хантера, и Муну уже везет с предмета. Томми очень сильно, к сожалению. Очень сильно. Видел Демон Хантер. Хорошие артефакты выпали. Видит Фогги, что там серклетка демон и перчатки плюс 75. Давай-давай, битва пошла. Закупает серклетку себе. Отлично, минус виск. Отлично, минус виск. И ловит на 50 еще. Битва пошла. Отлично, отлично. Берн-а-берн. Хорошо. Зарубаются Демона Хантера. У нас плюс предмет. Размен идет не в пользу Муна. Сейчас. Да, однозначно. Он должен отступать. Ну, он должен был. Там две арчи вторую не подвел вообще стал. Хорошее начало. Так. Так. Проходят дальше. Подборились. Минус виск. А что можно дать? Ну, давай. Есть, увидел. Дает немного. Я верю, что Мун сможет, ребят. Мун сможет. Мун сможет. И однозначно мы болеем за него. Нет, не однозначно. Абсолютно. Абсолютно неоднозначно болеем. Мы болеем за Фогича. Мун выбивает здесь артефакт, но Фогича выбивает из магазина. Успеет. Успеет взять. Должен успеет взять. Так, так, так. Так. Дает, отдает. Сейчас третий набьет еще на халяву. И Мун ничего не убивает. О, варды очень хороший артефакт выпадает. Для дуэльной Амазонии, блин, вардики это очень круто. А что там, иллюзий только на лейт сушить. Реплэшмент поушен не особо. Наверное, Сентри самый лучший артефакт. Как ты считаешь, что самый лучший артефакт для Фогича? Фогичу повезло в этой ситуации? Да. Да. Отлично. Спасибо большое за непредвзятость. Давай побольше башить. Башим. Баш. Первый же удар. Баш. Демон Хантер. Давай еще. Еще. Баш второй. Ой, на тебе. Ой, там как Демон Хантеру это достается. Какой темп прекрасный. У Муна. Третий башни. Че на нейтралах от Найса. Кстати, от Муна будет. Олый над Муна. Еее. Третий левел. Еее. Да, там тоже третий. Че ты екаешь-то? Все нормально. Третий, третий, Димка. Муна с Хантерс Холл. Мы будем... Да, там просто... Мун не знает, что делать. Он улынет. Когда ты не умеешь играть, ты улынешь. Вот и все. Мун понимает, что только на халяву можешь выиграть Фогича и пытается сделать просто строй, торчей и мас и все. Проходит проход. Сейчас, возможно, что-то даст. Пасный момент. У нас первая нага. Отлично. Мы хорошо размениваемся, пока он добежит до таверны. Бло, хороший Димон Хантер. Нага приходит, но мы делаем еще один Моноберн. Делаем... Хорошо, все равно. Размен. Возвращай Нагу. Прячь Арчей. Просветка идет. Блин, минус Арча. Виспы идут. Не нужно размен. Здесь мы Нагу вражескую преследуем. У нас нет ботин. Наг видит большое количество Арчей. Фогич понимает, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Опасный момент. Да, там ставши есть. Нельзя было, нельзя было, нельзя было здесь размениваться. Зачем ты Т3 заказываешь? Почему Т3? От Улына Т3 отбиваются таким макаром? Или что? Глупая затея, но сейчас увидим 40 на 32. Если он выкупил этого Древа Руба, он ставнул Димона Хантера и идет Улына. Ой-ой-ой. Нахрена, ну ты же видел 7 Арчей у него по центру. Алло, став, 2 бутылки. Ну как ты собираешься отбиваться от этого? Это Т3. Покупает сам Лис Аруба, насколько я понял. Там Гла стоит. Куда он идет? Ой, хорошо, можно сейчас на криппинге поймать его. Нет, он не идет криппиться. Дал аппинчику, вторую купил. 40 на 36. Какая грязь. Преимущество Муна дикое. У нас на базе, может, Мунвелла помогут, Дерево поможет. Спасут, пушка ставится. Протектор делается. Нежасно. Вообще надо тыкать в Нагу, 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 Нагу. Как только она подойдет, надо тыкать в Нагу, на мой взгляд. Там маны нет у Демон Хантера, он не может делать моноберны. У нас плюс два моноберна, ребят. У нас плюс два моноберна. Это очень, очень хороший плюс. Ты выпивать будешь монобернень. До Наги дойди сначала. Дойдем, дойдем, поломаем ее. Лоренца пошла делаться. Блин, до арбы бы дожить, а? У нас Т3 доделывается. Вот, к Наге, к Наге, к Наге, к Наге. Ой, хорошо, Бёрн, первый раз. И вот как ты будешь давить, скажи мне? Вот как ты будешь давить? Как? Т3 пошел. Все, Мун сдался. Он понимает, что не продавит здесь и сейчас. И идет. Давай в Нагу снова, в Нагу снова. Ну как в моноберн, ты не делаешь сам. Ты что делаешь? Фоггич. Колодцы очень важно убить. Да ничего ты здесь не убьешь, расслабься. Выкупить Миньора одного, очень важно, нет, должен убить один, хотя бы один. О, Миньор! Фоггич выкупил Миньора. Что? Фоггич выкупил Миньора, кого он взрывать собрался? Он выкупил для того, чтобы тот не выкупил. Да. Очень важно. Потому что там минус два колодца, это просто письмо. Пытается виспо взорвать. Спокойнее, Миньором, пожалуйста. Ну, да, я знаю. Блин. Да, взорвал, нормально. Хороший. Миньор, обсудимый. Ну, там пушка, там все, не знаю, что он в Т3 или не ушел, но у Муна не в дерево. Два древа ветров у Муна. Что? Он в гипосов пошел? Или в талонов? Т3, класс, это не класс, это обошел хорошо. Ну, сделай Берн, сделай первым Берн. Сейчас опять пропишут нам. Блин, ну что ты, у тебя 57 маны, ты понимаешь, что Берн можно сделать? Это пейс, это далось. Все нормально, сейчас нагу можно убить. А, там стаф все равно. Плюс бутылка еще есть. Манаберн хороший на соточку по наге, отлично. Протектор стреляет, мы здесь отбиваемся, ребят, нормально. Да, отходите, намного пора. Так, а вот вопрос следующий. Минер, как будто бы, уйдет. Да, минер идет. Да, минер идет. Нет, там вис вроде. Друзья, тут что на 30к можно купить? Такой вопрос. Пока ничего. Не, ну в принципе-то можно. Это гипотетический вопрос, ну то есть по ситуации такой. Сейчас-то понятно, что непонятно. Талоны идут омоложение. Такая ситуация. Неприятно, я бы сказал. Уже у нас мастера-медведи. Талоны, как бы, они делаются для агрессивной, так скажем, Т2 и определенных перспектив Т3. Медведи, они гораздо, гораздо универсальнее, чем талонерсы. Но опять моноберный делай, пожалуйста, я тебе про... Отлично, отлично, медведь, медведь. Какого хрена? Он уже третий моноберн пропускает. Отлично, спокойно. Спокойно. Три массажера для головы. Чистый воздух, туфли. 500 баксов. Есть ска накинуть, хватит на 1050 тя. Найс. Немножко запушивать, медведи пошли. Да, то, что пытается сейчас с Фоги агрессивно сыграть, может его... А, талоны, талоны. Ну, там Ферри Файер просто висит, и он прекрасно знает, где он находится. Опасный момент. Там есть арба уже. Там есть арба, блин. У нас тоже арба, но... Опять ты моноберный... Нормально, поймай его просто, поймай его разочек. В смысле, поймай? Как поймать? Что ты собираешься? Как выловиться? Проверяет, проверяет экспант сейчас Фогич, надежно играет, понимает, что у него преимущество. По стратегии у него преимущество. Проходит дальше. Светок лечения. Вот этого бы подрезать, конечно. И подрезает, подрезает Сантриварды. Хорошо добили самого главного Йети в этом... Пошел Риджов. Пошел Риджов Рык. Ой, хорошо. Давай, гони его. Став. Потратил. Спас Талончика. Подбили немножко. Подгрызли Арчу. Можно даже дальше идти. Можно даже к Мунвеллам идти. Ой, хорошая ситуация. Арча еле живая. Нага стреляет по разным целям. Молодец. Отравляет. Наш Димка уже здоровый. А тут лечиться нечем. Это один из главных минусов Талон. Он делает свиток лечения. Арча подставляется. Позиция никакая. Отконтраливает медведя. Не отконтраливает. Приходит новый медведь. Риджов. Раз. Циклон. Риджов. Два на Нагу. Нага уходит под Риджовом. Ничего не сделать. Ничего не сделать. Сони, как быть-то? Ё-моё. Ой, что происходит? Талоны падают. Арчи падают. Размена идет. 41 лимита. 41 по калимитрам. Что же делать? Медведь идет слева. Медведь не с той стороны пошел. Нужно его делать. Сюда отправлять, чтобы он делал Риджов. В это время Дима там летает. Уже не летает. Потому что нет ману у циклонов. Последнюю ману тратит Талон. Дима. Ой, Дима. Дима став на последних хитах. Но ему не... Нет, нет. Он не может лишь, что ты там мямлишь. Давай, комментируй эмоционально. Давай. Блин. Окружай, конечно, сейчас Демон Хантера здорового. Сейчас он тебя навешает. Моноберн отличный от Фогича. Все же красный. Давай. Не отступай. Не отступай. Зачем ты отступаешь? Нормально же. Можно продавить. Что он отступает? Почему он отступает? Он чувствует, что не продавит. Как не продавит? У него... А, у него там две ряды до заказа. Блин. Классно. Хороший диспл на Талонов. Очень криво действует. Мон, ошибается. Три-два-два опять только что мелькнул на ваших экранах у Муна. Мюсмана еще. О, сейчас можно еще на криппинге поймать. А у него телепорта нет. Это конечный... А, нет, телепорт есть. Лови, 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 лови. На криппинге все равно. Нага получает второй уровень. Димка видит, что подходит сзади. Лайтинг щилд, еще талоны начинают. Руны, браслеты, чушь полная, не нужно. ТП, ТП делай, ТП делай. Ну, ТП давай. Телепорт, ну, можно пока минимум Арчу еще поджать. Мне не поджимает, блин. Нормально, все нормально. Шахту надо забрать. 50 на 50, правда. 50 на 50. Проходит дальше, будет стоять, будет бороться. Снова выходит Мун со своей базой до лагеря наемников. У него нет телепорта в этот раз. О, 50 на 46. О, ай. Да, прекрасный, прекрасный расклад. Мун вообще непонятно куда идет. Он с талонами идет на нычку, которую он талонами полчаса будет убивать. Он пытался найти, видимо, Фогича. Ну, а как там Фогич, в принципе, может оказаться? Все, можно идти вразмен, кстати. С медведями можно уже в мейн тыкать без телепорта, если у человека Тинкера берет третьим героем. Это правильно, но... Все. Фоги понимает, где находится Мун. Идет просто в трон. И просто, и просто берет подрывника. Подрывником подходит ближе. Давай, 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 взрывай. Пешкарусом вынужденный Тимун взрывается. Подрывник. О, боже. Пусти медведя. Шреддера, пусти. Алло. Еее. Подрывник не выживает, второй, к сожалению. Второй не зашел, хоть хоть что-то радует. Но это минус база все равно. Это минус база, кажется. Медведь. Давай, давай, давай. Нет, не минус база. Нет, нормально, нормально. Минус нагу можно сделать. Нага, 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 ну ты ли, что ты делаешь, что ли? Нарроз. Ну ты, блин, у тебя Тинвул есть. Ну прожми ты его, там же было видно, что у Астамана Берны, блин, ты что делаешь-то? Наррмально, халявка. Это халявка. Какое же он арк... Что? Какое давление. Ну еще рано радоваться. Ну еще рано радоваться. Мун, давай, Мун. Блин, у него еще уровень героев повыше получается в среднем. 50 на 50, но все равно лимиты ровные. Был потерян медведь, Нага и ТП, это очень важно. И два подрывника еще, ты забываешь. И два подрывника, это колоссальный ремит, ребят. Ошибка от Майкера, конечно. Ну что поделать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ах ты, Соник, а? Папушкой только не дерись, глупая затея, там все колодцы. Ой, Шредер, 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 Диспейль, Диспейль, Автоказ. Не, не Автоказ, надо ручками. Шредер минус, Шредер наш, не заставили нашего Шредера. Что-то, что происходит-то? Протектор умирает. Блин, протектор умирает. Капец, 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 капец. Аккуратненько, аккуратненько. 50 на 56, у нас лимиты побольше. Нага выходит, Нага выходит. Берн, мы пропускаем. Надо сражаться. Фогич под Мунвеллами, надо сражаться. Подходи сзади, пожалуйста. Дима там тупит. Блин, ну что ты? МГ заказаны. Маны много, надо Веспов, наверное, вывести. 600 леса, можно Веспов вывести. Было бы АО выстроиться. Нельзя здесь слакать, пожалуйста, пожалуйста, не слакай. АМШ пошла, АМШ пошла. Форкет хороший. Свиток лечения, там два Свитка лечения, капец. Фоги сражается? Половина армии, блин, только. Бараки от Муна идут, 56 лимитов Фоги. Где он, я не знаю. Да что это? Справа просто весь лимит. Почему он не сражается? Веспы пошли. Ну, давай, Мун. Мун, Бараки пошли. Ну, и такое. Твою налево. МГ, два МГ выходят. Давай, давай, МГ. Дрыны надо брать против талонов. Обязательно. Таун. Какой таун? Там нет никого рядом. Блин. Че ты делаешь-то? Там Грейт. Если Грейт или нет. Блин, дрыны надо брать. Демон Хантер вражески теряет время. У нас тут Циклон, к сожалению. Бараки сделали. Блин, надо Бараки вбивать. Свиток. Свиток. Нага подставляется. Барак начинает работать уже, блин. Барака с Грейтом. Нормально. Нормально. Минус Медведь, к сожалению. МГ, МГ, есть, есть. По-моему, МГ очень сложно будет лечить. Чего-то нет у Грейта. Есть Циклон или нет? Есть. Барак стоит 43-х. Бои, очень убитые герои. Последний свиток, последняя бутылка. Что делать? К сожалению, у Муна просто трагедия. Есть свиток. Чуть назад надо. Чуть назад. Под первых Медведей. Медведей надо было заказать. Тут Риджо важнее, чем МГ, который выбегает кое-как. Блин, что ты делаешь? Ну не сражайся ты там, блин. Там все стреляют по Димке. Два Барака рядом стоят. Чего МГ вышел? Отбейся, отбейся. Медведя заказывает. Молодец, молодец. Барак минус. 45 на 56, кажется, отбиваемся, блин. Кажется, отбиваешься. Возьми дрыны, пожалуйста. Там тебе и против бараков, и против этих талонов, блин. Кого возьми? Давай, соберись. Надо сейчас на Риджовых лечиться. Две Дриады на Ладан дышит. Димка больной, блин. И так добивайся снова улыб, снова улыб. А у него нет выбора, он сейчас придет убиваться. Он, блин, придет убиваться. Фогич, давай, аккуратненько. Возьми деревья, пожалуйста. Есть же пауза сейчас. Не подставляй дряд. Риджу пошел первый. Моноберн. Форма. Есть, выпил, есть, выпил. Выпил сотку. Минус медведь. Нет, отходится. Давай минус колодец, хотя бы один, пожалуйста. Там на 80 колодец. Не будет все равно этого блока. Суплай блока. Светок лечения. Две бутылки лечения. Димка возвращается. Моноберн пропиши первым, пожалуйста. Ну, блин, ты достал. И МГ опять без этих, без дрынов. Ну, как так-то? Ну, ёппер СТ. Что ты делаешь-то? Почему? Там и урона больше, блин. И тип на атаки меняется. Минус дриатки. Минус дриатки. Дриатка минус, блин. Медвечес. Аймшальд. Диспель. Демона Хантера. Ну, давай. Протекшн пошел. Форкет неплохой. Циклон 56 на 45. У нас преимущество по лимиту. Но хватит ли нам или не хватит. Я бы боролся. Демона Хантера. Аймшальд. Там есть инвул у Наги, если что. Есть инвул у Наги, если что. Важно убить Нагу. Инвулчик, не убьешь ты ее. Подкидывай всех. Какая опасная игра. Нага, Нага дает. Так она что сделать. Поджимай. Будет, будет. Медведи из формы. В циклон. В риджу. Пожалуйста. Капец. Какая игра-то. Держись, 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 держись. Бой, 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 подай. Ну да контроль нормальный. Блин, ты такую хрень творишь. Да что ж ты делаешь, да? Офигня классальная. Какой бой, он дает, что-то пытается допушить. Не знаю, дойдет, не дойдет, не ясно. Свитка нет, бутылок больше нет. Бутылок больше нет у Муна. Лечения никакого нет. 60 лимита на 50. Вогич бросается в атаку. Циклон. Форкет хороший. Моноберн, Нагу еще прекрасней. 92. Циклон. Все красное. У Муны лечиться нечем. Телепорта нет. Таунти от Маунт и Джайант. Они тоже красные. Что делать? Свитка нет. Забей минус Деван и Хантер. Это кажется 1-0. В суперфинале Фоги. Феррики, феррики, феррики. Ой, МГ могут умереть. Нага может умереть. Нага могут. Минус Инволна. Ах ты какой. А, смотри-ка. Ай-яй-яй. Это контроливает обоих МГ красных. Посмотри. И наш Деван Хантер здоровый. Никуда ты не уйдешь. Все нормально. Ну нормально. Уходи. Красава просто, Фоги. Дрыны возьми. Ну блин. Хоть Дискорд ему пиши, чтобы он деревья брал. ММГ. Красава, Фогич. Молодец. Отковырялся. Дальше у тебя еще лучшая ситуация. 58 на 47. Он выкупает в таверне. В таверне. Ну красные. Давай, Марис. Подкидывай вас снова. Подкидывай. Лечения нет все равно у Деван Хантера Муновского. Половина ХП. Возвращается. Ой, у нас тоже. Такой тинкер уходит. Нет. МГ сейчас могут развалиться. Минус 20 лимита может получиться. Минус первый МГ. Да, да, да. Минус МГ. Не, 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 не. 51, 40. Еще минус талончик. Чуть-чуть. Аккуратненько. Минус Фэри Драгон. 39 на 51. Тролля. Наконец-то убиваем. Он бесил нас всю игру просто. Он ничего не строит. Да и нормально. Не лезь, не лезь, не лезь. На риджовах, на риджовах. Пожалуйста, у тебя все красное. У тебя такой хороший лимит. Ну. Какие две дриады? Что ты несешь-то вообще? А, медведь уже вышел. Давай. Не будет непонятно. Что я буду. 40 на 57. Где 50 лимитом МГ? Мэйн закончился. А, кстати, закончившийся Мэйн это колоссальный плюс для медведей МГ. Просто. Да, что есть, то есть. Такая, да, катка? Это эти тинкер будет? Не будет. Такие они психи. Ну, не знаю, ну, не знаю. Даст, не даст, сейчас посмотрим. Все отключения. Вот это финальная битва будет под этим. Под шахтой золотой. Похоже, да. Пошла база, тоже взрывается. Сейчас третьего тинкера возьмем. Третьего тинкера здесь возьмем. В фоге 5, практически 4. Умуна 4, 3, 3, 2, тинкер, 3, умуна. Это важно. Ой, спокойно забираем базу. Отлично. Сейчас бы Димку получить пятого. И сразу отвезти его отсюда. Я получу сейчас Демона Хантера, пятого в фоге. И это успех, наверное. Мун, собери, братан. Давай, Мун, за тебя. Я, как говорится. Калину я. Еще бы крипджекнуть его на этом, на постановке Экспанды. Там висп у нас стоит. Мы можем попробовать это сделать. Идет, идет. О, не успеет добежать уже. Но можно красную забрать за это время. Как думаешь, стоит забирать красную за это время? Да, думаю, стоит точно нижнюю брать, угловую. Я имею в виду сразу на калину. Я не знал, что тут нету мобов, видишь, и это очень плохо. Там будет четвертая нага уже. С большой маной, кстати, на манка выпала наги. И это, возможно, конечная письма. Ребята, хотя лимит там не такой разный, но полные дриады. Блин, вы издеваетесь, что ли? У меня трансляция оффнулась. Спасибо за рекламу после этого. Ну да, я посмотрю рекламу, несмотря на отблок на Твиче. Полминуты сейчас я буду куковать. Капец, спасибо вам. Я ровнулся, пацаны. И у меня нормально. Сука, тут такой момент, и все вообще просто. Обязательно куплю вот эту цифровую подписку на PlayStation. 43-53, проходит дальше. Стоит, ждет. Ну, тут просто настолько интеллектуально-психологическая битва. Сейчас только кто первую сможет, тот первую сможет. И от этого будет все отталкиваться. Моноберн хороший на 151-й же. По Тинкеру идет хороший. 54 на 43. Лимита больше у Форхет. Откидывает. Хорошо. Фогги делает еще один Моноберн на Тинкеру. Тинкера маны совсем не таунт от Маутон Джайантов. Циклон пошел тут же. Диспл хороший. Медведя надо спасать. Если есть стаф, надо уже стафать. Медведя-медведя не спасает, к сожалению. Ё-моё. Второго спасает хорошо. Очень битый Тинкер. Очень битый Дима. Что же делать? Делает свиток сейчас Мон. Фогги немножко убирает дря для того, чтобы подставить Маутон Джайантов. Я-я-я-я-я-я. Где наши? Ой, там Нага пустая. Тинкер пустой. МГ живые. Форхет отличный. Мон не знает, что делать. Соник тоже. А, как и один ноль. Соник не знает, что делать. Да ежешь. Да. Какой кровал. Какой кровал. Один ноль. Ну согласись, какая игра качельная. Это же... У них мейн закончился. У них там страты менялись. Ай-яй-яй. Да, вот это класс. Суперфинал. 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 Нет, да мы молчим, че. Тут поступило неплохое предложение от Роуча. Не хочешь ли ты сразу сдаться и заплатить там 20 тысяч, например, а не 30? Сейчас Соник скидывает двадцатку, а потом он камбэчит. Представляете? Это будет просто еще один поворот. Я не знаю, есть ли там Соник на связи на том проводе. Может быть он убежал. Битва есть. А есть, да? Я смотрю, что делать дальше. Хорошо. Нет, там вещи отпустили, конечно, но такое. Битва продолжается. Битва продолжается. Но рано горевать. Пока Фоги ведет 4-0. Муна, сможет ли он сейчас три катки подряд взять? Вот это вопрос. Спасибо, к концу серии. Что здесь происходит? Ага, тут это понятно. У меня тут просто обстановка. Обстановка по кайфу. Обстановка по миру. Тирен пришел, извините, хотел спросить, что за ставки. Короче, это долгая история. Лучше посмотреть за начало трансляции. Но смысл в том, что Мун выиграл фокуса. Я стоял на Муна. Соник ставил на фокуса. Соник предложил десятку поставить. Я понимаю, что сейчас болезненные будут воспоминания у Соника уже. Он сам говорит, давай сделаем этот вечер незабываемым. Предлагаю десятку поставить. Я согласился. Мун шатает фокуса. Десятка плюс. Дальше Мун выходит в суперфинал и будет играть против Фогича. Здесь внимательнее. Ситуация более комплексная. Я предложил... А, до этого Мун проиграл Фогичу сегодня 0-3 в финале верхней сетки. То есть он как бы в текущем противостоянии, на мой взгляд, не является фаворитом. Но для того, чтобы как-то устаканить, успокоить Соника, я предложил поставить на Муна, на победу его, ту же самую десятку с небольшим. Но Соник решил удвоить для начала эту ставку. То есть не двадцатка, а десятка. А потом в последний момент, в последний момент, разрешил мне поставить не на Муна, а на Фоге. Чем, конечно, несказанно удивил и чатик, и меня, и, наверное, себя тоже. Сложно сказать. Я дождусь конца, и потом увидим результат. Да, да. Да, держись. Но насыпает Миша конкретно вообще. Вторая карта. Играют они до трех побед. Соник. Ой, Соник. Нет. Фоге может стать чемпионом этого сезона Warcraft Re-Champions, что особенно классно, учитывая, что здесь весь вообще азиатский топ присутствует. Ну, разве что, может, Лина не хватает. Но как бы фокус Лин не такая большая разница, я думаю. Все-таки. Вот, но есть Акилла Лайты, Соки, Муны. То есть, по сути, здесь топ-перетоп. Ребят, спокойно, все будет нормально. А, или ты успел в другом месте поставить другую сумму на... Ой, это было бы грамотно с твоей стороны. Ты там параллельно ставишь еще на каких-то конторах. Да, это было бы правильно вообще. Это дичь уже такое. Не, ну тогда ты мог бы в ноль хотя бы выйти. Не, ну тут ведь, главное, ну как бы, мы же не первый раз это как бы. Да, я помню, присылал. И поэтому тут сам вечер, воскресенье, я больше нигде ничего не такого, кроме с Мишей. Поэтому надо, чтобы это было, как говорится, вайкрафтерская долька, долька лимончика, можно сказать. Каннабис Рул, а можешь эту самую статистику? Ну, в смысле, кто он сейчас на каком месте? Лин, фокус. Похуй, если несложно, посмотрите. Ну что, ну давай. Я не слышу уверенности в твоем голосе. Это твое право не слышать. Вселенная должна услышать нас. Так, Фогич, на этот раз красный, они поменялись цветами, насколько я понял. Правый верхний угол. Болеем за Фогич. Собрались, собрались, ребят. Арча. Ребят, ну что поделать, что поделать, объясните. Надо принимать решение, придействовать, и потом как бы пожимать или не пожимать, себя за жопу или не себя. Мы узнаем. Финал близится к концу, пока 1-0 Фоги выигрывает. Мы болеем за Муна. И это проходит дальше. Пинк у игроков равный. То есть там, наверное, плюс-минус двадцатка. Муна соберется. Демон Хантер снова. Дима на Дима. Цирклетка выпала у Муна. Не может меня радовать. Так что, сегодня будет серьезный вечер Интима. Демон Хантер. Перчаточки. Там все нормально. И все говорят, знаете, что с детства за Муна, но потом, когда доходит до серьезного, а все как бы, все... Соберитесь, соберитесь, Мун, давай, Мун. Подбодрись, подбодрись. База пошла. Пока по артефактам выигрывает Мун, но что будет дальше, пока не ясно. Звелищный финал. Мне показалось на определенный момент, что Красный Эльф немного устал, но это лишь мои доводы. Пошла битва. Цирклетка есть хорошая. Битва. Не пропускает Моноберн. И первым, на самом деле, сделал Моноберн Фоги. В обоих ситуациях. Порывается. Поджимает. Минус Арчерка. Нет, 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 блин. И уходит, что ли, о май гад, он уходит в тень. Есть, светит, минус Арча. 50. Но он потерял большое количество здоровья на этой Арче, на самом деле. Да, и свет за 50 голды. Но Фоги потерял 130 голды, 80 плюс, глубоко говоря, плюс 25 опыта еще. Но дал ему момент, зато покритился, а вот и факт. Мун немножко становится агрессивный, если хочу вам подметить, и при этом снова поджимает Арчами. Фогич, Фогич, хотя бы успеет забрать этого големчика, пожалуйста. Блин, он побежал сразу. Демон Хантер далековато, можем успеть. Ну почему, 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 почему не... Ой-ой-ой, снова такая же игра. Снова, снова. А почему он не взял Берсерка-то, скажи мне? Опасно может поймать сетку. Опасно, всегда опасно. Есть минус Арча. Погнался, зря погнался. Поджимает, уходит, есть. Оп, не туалет. Как Муна зовут хоть, пацаны? Джей Джо Ху. Джей Джо Ху! Если я правильно помню. Давай, собирись. Ну, вроде бы неплохо было, но опасность есть отдать. Джей Ху Джан. Джей Ху Джан. Джей Ху Джан. Луна его зовут. Собрались, есть битва. Прописал просто один-один. По героям. Один-один по героям. Просто отчаянные битвы. Просто посмотрите, как проходит. Убил Виспа хорошо, Фогич. Потому что он постоянно опять болел. И говорил, крипит там Фогич или не крипит. Нага появляется у Муна, к сожалению, первым. И он не ловит Виспа, который... Нет, ловит. Увидел, увидел, увидел. Ой-ой-ой, там голем. Ой-ой-ой. Более напасно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Сейчас без Наги нам придется отбиваться. Кипер заказал Фогич. Отлично, обходит с двух сторон. Мун, давай, Мун. Ай, только ногу не отдай. Отходит, бегает. Там сразу Т-3, быстро. Быстрые медведи, да. Ну, отлично, один на один, пожалуйста, старик, сделай, чтобы было хоть что-то в нашем сегодняшнем вечере приятно. Что ты делаешь? Нет, ну как так арканить-то можно? Ты че? Я ловит. Еее. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Зазорчаю. Вторая арча. И там моб, наверное, еще. Моб будет. Да, моб будет. Моб далеко побежал. Кипер выходит, кипер выходит. Кипер подходит, кипер подходит. О, мой гады был. Ну, видишь, видишь, можно успеть синего забрать от этих них, ловят сетка, кипер бегает. Не отдает цель. Ты отходи арчами, куда ж ты ими ломишься? Минус. Прикопочка. Все, за магазин мы сразимся здесь. Все нормально. Может быть, даже пробежать до следующего, как ты думаешь, магаза? И вражеский забрать, не? Проходит дальше. Демон хантер. Мун, давай, мун, давай. Собирайся, будь давать боль. Ну, что там выпадает? И... Блин, да что ж не пьетка такая? Проходит дальше, да, смотрите, отдает, что здесь выпадет Муну на магазине. Ну, ему везет просто капец как. Ай, булочка плюс 15. Да, да, да. Счет пока 1-0. В пользу, в пользу. В пользу Фоги. И здесь выпадают эти опять, блин, рунные браслеты, которые ни хрена не нужны. Ну, тотально Фоги чего не везет в этой игре на итем. Просто уже третий предмет выпадает, абсолютно не нужно. То есть, максимально плохой. О, но guess who gets it? Мун. Блин. А ему выпадает наоборот. Да вы издеваетесь, это... Подкручено. Ему вампиризм выпадает. Емулочка на 15. Капец. Красного, давай. Заблочи, заблочи, заблочи. Заблочи. Заблочи, хорошо, нормально. Арчанды поменять. О, Арчанд. Хотя она не особо нужна уже, да, наверное. Вот только сейчас придется прикапывать. Да, 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 убегает отлично. Просто класс. Еее, зато аура-то уреновская выпадает. Виснет, виснет, да? Да, подлагивает. Не, я заре на самом деле. Что тут все равно исходные данные хреновы. Блать. Проходит дальше, стоит. Вообще. Карсон виснет. Выходи, Карсон. Рунные браслеты плохи по сами по себе. Меньше мажем надо сжечь. Да там в Манн и Берни урона не так много. В нем смысла не ради урона. Там может выпасть Агила. Сила, блин. Да даже Интаб лучше. Я уже не говорю про Трушот какой-нибудь или Паладиновскую ауру. То есть по сравнению с остальными артефактами... Рунные браслеты, если ты в Соло Варденко играешь против Андеда, или там для Демон Хантера против Андеда, того же, где много магического урона тебе в лицо влетает. А здесь-то он зачем? Сигня это, а не артефакт. Ну, Аура и Циклон, в принципе, могут сыграть решающий гейм. Хотя есть там две Дриады, в принципе. Майкер, пользуйся какими-то хорошими психологическими приемами. Серьезный поворот. Ну, на Берн вроде наносит чистый урон. Не-не-не, не чистый. Магический урон у него там. Пошла атака. Есть Берн. Ну-гу. Успел два Реджуа, блин, накинуть сейчас Мон. Очень хорошо стартует, блин. Плохая ситуация. Бережабль, давай, 46-48. Парус, нужно драться. Можно, можно. Не надо пока драться. Ждем дополнительно двух медведей. Надо здесь хорошо разменяться. Давай, Мунчик, Мунчик, родной. Блин, у него очень свиток лечения есть. Да, бампиризм, халява какая-то дешевая. Он даже красную точку не забрал, у него артефакты все равно круче. Ну, нормально. ТП, свиток там нету. Ну, там есть два циклона, там есть две Дриады. У нас плюс один, кстати, по грейдам. Соник, плюс один у нас атака есть. А у твоего не это самое, еще не сделалось. Прикинь? Жалко. Ну, ну, только начался грейд, в принципе, на броню. А что плюс один атаковать? Я только так, она началась, а так она будет делать. Только началась. Нет, 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 это у тебя атака только началась. У нас уже плюс один есть. Циклон пошел ненадолго. Медведи. Пошла бой, два циклона. Не дисплейт, не знаю, почему не дисплейт. Свиток. Есть, атака. Бампирик плюс 15, не забываем, это очень важно. У нас тут плюс один медведь, но они все красные, блин, я не знаю, что делать. Пишите, пасай, диравку, свиток. Свиток, свиток, свиток. Медведи теряем минус. Он зевает, свиток, он зевает, свиток. Блин, Дима битый у нас. Делай свиток. 150, ну можно. Блин, проигрываем мы. Свиток читаю. Капец, сейчас убьет даже так. Погич, давай, родной, можно. Желтый, желтый, собрался. Медведи забыл еще. Миша, мы не слышим, Миша. Капец. Да, анлак просто. Один, один. Да, похоже. Я не знаю, что это вообще не прет на артефакты. Ему упадает все самое лучшее. Рано, радовалось. С серклетки до вампиризма. Проходит дальше и немножко отходит. Плюс 15, лимит 50, надлится честь. Выходит, выманивает, дает бой. Тут пидает риджуф, тут отходит. Отходит бир и может не делать тп, либо стафф. 50, 50, там Толечка, Толечка остается. Стаффает, стаффает. Толечка, сейчас будет поменять. 50, 50, 36 будет прорываться, сейчас будет... Готовь, готовь. Саффи. Там реально, Манадрейн против Большого Энвула. Никчемные рунные браслеты против вампиризма. Вообще класс, просто класс. Контроль не контроль, а то ты же ничего не сделаешь. Я даманюю Дэмона Ханка, а там есть телепорт у Дэмона, есть минус Дриадка, минус Аркчай, минус Медведи. Вот так! 31, 50, ровно, ровно все идет. Грейт 1-1, кстати, напоминаю. 1-1, Грейт. Походи дальше, 39, 50. Только не Тильтани и Фогич, после этого нормально ты можешь его ушатать. Здесь ладно, уже проиграли, но следующее мы должны затаскивать. Следующее Е должны затаскивать. Не слышу голоса огня. Ты что там, приуныл? Да не, нормально, готовимся к следующему. Просто если будет переть вот так, таким же макаром в зеркалке, ничего не сделать. Понимаешь? Понимаю, понимаю. Там у Демона телепорта нет, кажется, какого-то, нет? Да, но его можно заставить, в принципе. И если став вообще, непонятно, что вообще происходит. Есть став, есть, не знаю, можно ворваться. 50 на 38, кстати, по-прежнему. Проходит дальше. Проходит дальше. Идет бой, идет. Какая досада. Какая, какая. Есть хорошее омоложение. Проходит, выбивается. Демон Канн танчит, танчит, но не проходит дальше. Как лев просто бьется, Фогич. Несмотря на то, что тут чистая имба просто была. Чистая имба и рандом бесячий. Ладно, Фогич, ты не виноват здесь, нормально все. О, может сейчас подрежем пару медведей на отступление. На раз. Ну кого ты прикапываешь, ты слышишь? Кого ты прикапываешь? Я на стаффе, алло, я на стаффе. Возвращается эта имба, опять. Я на стаффе. Сейчас кто-то ливнет, 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 Миша, скажи это. Я на стаффе. Бинус Демон Хантер. Есть, есть. Дериады. Нет, уже не пэдиспелят. Рана засунула, не кинула омоложение на Демон Хантера, а то пушит до конца. Выкапывай. Выкапывай. Нет, нормально, все равно броня 50 на 50. 2-1 по грейдам, Миша. 2-1. О, май, Гэдабелл. Сбивают. Нет, не сбивают. Надо отходить, полечиться и просто... Блин, как Фогич живет? Прикинь, как Мун его не может пробить. Не может, конечно, под колодцами снова ночью наламываться. Я на стаффе. Телепорт? Что? 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 Правильно, делай, да? Выходит 58, сейчас полечится и пойдет в финалочку. Будет добивать, не знаю. Блин. Сейчас посмотрим. Полетел на дроби. 50 на 58 по лимиту, 2-1 по грейдам. У Фоги 1-0, и у Муна 2-1. Не 2-1, но, видишь, еще армор. Армор у него первый. Очень важно сбить дроб. Можно, можно догнать Тибера. Света, все это... Став, 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 став. Хорош, хорош, нету стаффа. Отдал стафф, но поздно. Нормально, выхлебнул. Опасно, 2-9. Снова опасно. По 1-1 сейчас будет у Фоги. Очень вредно. Вторая аура, может, козла здесь подрешает. Нага-то пустая, а козел пополезнее будет. Муну плюс 15, вампиризма, это, конечно, опасно. Но, опять же, вампирики есть там тоже. Просто. Очень битые медведи у нас. Диспел хороший, но медведи у нас меньше, к сожалению. Штав. 36 на 58, понятно все. Диспел пошел, пропушивает. Халява, 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 халява. Друзья, ну, выпадает серклетка, там фигня. Выпадает мана, этот, сосалка маны против большого инвула. Выпадают рунные браслеты ненужные против, блин, вампиризма. То есть просто вот вы берете три события, максимально плохое, максимально хорошее. И при этом все играют в одинаковых героев, в одинаковую стратегию. Это максимально убогая тема, просто. То есть ты никаким макаром не можешь повлиять на этот рандом. Вы выбрали одинаковые стратегии, одинаковых героев и все. И Муну прет, а тебе не прет. Все. Ребят, вверх стоит добавить, кто первый, что качает, кто первый и выигрует. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поэтому успевайте качать точки по карте. 1-1. Напоминаем, это Бо-5, финал сезона номер 8. Коммитит Майкер и Соник. Нормально. Следующая карта будем смотреть. Отчаянная битва. Демонхантер на Демонхантер. Очень опасно. Очень опасно. Давление. Давление. Кто же возьмет третью игру, ребят? Кто возьмет третью игру? Ой, какой финал, да? Ой, 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 ой. Но, когда это не стейл, мэйди, это очень интересный. Это примерно 50 HP на Демонхантера и все такие игры. Это мы видим время и время снова. И мы обязательно будем снова в этой серии. Когда Найт Омирра хорошо, то это реально хорошо. И мы видим, кто из наших соревнований получит матч-поинт. Мы имеем в 3-е между Фогги и Мун. Вот такое, да? Я же Соник. Орм Ливз. Посмотрите, Татка. И это Кидро Хантер. Опасно. Болеем, болеем, друзья. За Фоггича, давайте. За наших, за наших. Болеем. Всей энергию передаем Фоггичу. Он может, он должен стать чемпионом. Лучшим игроком из лучших. Та-да-да-да. А это Миша там занервничал. Миша, это правда? Вранье. В Жуке, спасибо, ребята. Передаем энергию для Фоггича. Так что такое пока... Подма идет от Фогги против красного демон Хантера Муна. Фогги на дуэльной карте решает сыграть через Мас Хантерес. У-у-у-у-у. Будет бой, будет жарко. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Фу, какие нервы. Я не знаю, что-то пропотел так от этого всего. Слушай, учитывая счет 1-1, давай это самое сделаем следующим образом. Ты пять камней скидываешь сейчас, и все, и закрываем спор. Пять камней скидываем и закрываем спор? Ну да. Миша, ну-о-о-о, нет. Уже как бы игра началась, что будет, то будет. Мы же не хотим развести машину. И подвести чатик. Скажи мне честно. Ну потом не говори, что я тебе не предлагал. Был хороший способ... Я не поставил, что я не сказал такого. Ну ладно, проехали. Я ощутил реверанс в мою сторону, но... Второй в барак у Фогича, второй в барак у Фогича, будет Мас Хантресс, и Фоги прибегает. Демон Хантеру опять везет, откровенно везет на предмет, выпадает уже в 20-й раз подряд самый лучший артефакт из возможных. Пошла, пошла, жрица, опасная игра, опасная 2-1, прям подбодрил нас. Хантер Схоуд делает Мун, непонятно зачем. Пишут, что пошли из слова от Мати, а психологические приемчики. Жрица. Цельд, диспа и диспелл, диспелл, а не достает что ли? Да. Но там не видно скорее было. Не видно было, да. Чатик взорвал, Мишты взорвал, Чатик. Огненный голем выпал. Было бы неплохо, но на этой карте не выпадает такое. Так, идет бой, даст. Не знаю, что будет, не знаю, Игнат, это настолько опасно вообще. Настолько опасно. Можно сейчас Мун Уэлл отменить, смотри, хороший момент. Да. Очень хороший момент. Выходит. Отлично. А что, Димка? Димка просветку тоже взял. Покупать, но... Там минус колодец. Сто процентов. Отменяет. О, отменяет в самую последнюю секунду. Пинг шикарный у Муна. А можно было, кстати, и второй раз отменить. Вполне. Просветочка, хорошо, отнимаем жизни. Правда, приходит Димка, и надо возвращаться. Очень плохо. Отвони, 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 отчет, отвони. Все нормально. Мун красный. Интересный факт от Халдиро Лдерскаут, Соник, Майкера. Вы знали, что многие из прекрасного пола после 22 часов становятся жрицами? Я думаю, да. Потому что я был в лесу, я видел грибы. Блин, а почему Т2-то у Фогича? Это фейк? Это фейк? Нет, он будет базу ставить. Из Даркорен не будет идти в All-In, Стал и Раш. Посмотри, там бараком качает, будет ставить базу. А, все, видимо, понял. Такая это сейвовая тактика, она обычно заходит 95% на победу. Быстрый на 2-3 левел. Проходим дальше. Сокол уточняет, кто именно. То есть, видимо, имена и адреса нужны. Так, Патма вторая. Но Патма вторая, это не третья Патма. Нужен третий. Пандарийский пиво вторым. А у нас там после Т2 будет две лорницы, или все-таки массить будет звук барак? Две лорницы будет и Дарка. Ну, это у вас. У нас тут какая-то панда неожиданная. 32 лимита. Я думаю, что Мун все еще не знает об Экспанде. Он все еще думает, что может быть. Да нет, он чуть видел его. Видел, да? Да, но он должен был видеть его. Тем более, Экспириенс, сам понимаешь. На дороге не валяется. Мун сейчас Фонги не может отойти, потому что может. Это панда быстро, если третий набьет, то это такое, конечно. Второй он уже набивает. Камень Мана у него опять самый лучший артспакт, блин, для панды. Это очень мощный артспакт, ты знаешь, это сам, конечно. Плюс там есть мантия плюс три. Да как же ему прет-то на предметы? Он куда не пойдет, ему везде лучше предметы падают. Опять. Опять. Еще цель-клеточка выпала. Ничего себе. Интересно. А он не купил ее, случайно? Где ему могла выпасть? Ну, нет. А, на шахте скорее всего выпала, да, получается? Фонги хорошую точку крепит. Да, Мун видит базу, Виспом, смотри. Базу там уже вроде не отменить. Панды набирают третий внизу. Что здесь выпадает, зарядный или какой, или обычный? Ой, какой... Блин, ну фок... Что это, блин, за рандом? Что это за рандом? Дудка выпала. Это было пять, пацаны. Дудка выпала, шрица. Ё-пэ-рэс-а-тэ. Ну, смотрите, там есть все-таки это, как говорится, продать можно. Проходи дальше. Капец, бля. Ребят, микрофон у меня отличный, возможно... Пошел дроп, пошел дроп, пошел дроп. Пошел дроп. Блин, ну трубка, трубка, просто трубка дублирует ауру Патмы, более худшая трубка, здесь еще отмена шахты. Да, и не дает базу поставить. Посмотри, что творит. Панда третьего практически. Да, Панду видит неподалеку. Панда третьего уже. Есть Панда третьего. Это ол-ин, Михаил. Дропаем. Дропаем на шахту. Ой, дроп, ой, дроп, какой класс. А там нет телепорта, кстати. А, нет, персонал-кай есть. Есть телепорт. Телепорт на телепорт или что? Я не понял. Он ставкается на Демона Хантера и залетает. И третья Панда не убьет, к сожалению. Блин, капец. Тридцать пять. Ну, рано-lä радоваться на самом деле. Проходит дальше. 36, 38-40. Михаил, мы не слышим вас. Михаил, вы дышите? Вам нужно скорая возможность. Ну, тут как бы жопа полная просто. Свитка. Бывает не полота, а жопы. Бывает, бывает. Протектор. Михаил, ТП нету, не берет ТП. Обходит, обходит. Надо разводить его. Ну, потому что ты не сможешь просто в лоб это убить. Купил ТП Банда. Что, Банду 3 уже не убить даже с двумя свитками. Там большой поинт, как бы. Вырывается в базу. Проходит дальше. Сейчас все, Панду. Не спел. Врывается в базу. Там одна пушка только. Ну, мало хантов на самом деле. Просто очень мало. Можно просто Панду на стаффе. Панду на стаффе. Надо делать ТП срочно. ТП срочно, срочно ТП. Что здесь хантреса делал вообще? Телепорт на телепорт. Что будет делать? 38-46. Надо ТП снова в атаку, чтобы убивать главку. Проходит дальше. Ну, это какой-то посос просто. Панда слишком мощная. Панда слишком мощная. Да, играть против Муну в разводы с хантресами это, наверное, не самая удачная идея. Ну, не знаю. Там он не успевал воспользоваться. Видишь, что ты прав был, что резкая Т2 и не было какого-то конфликта в начале, чтобы убить арчей каких-то. И да, это минус база. Ничего не сделать. Уже не дувает. Стоит там минеры, возможно, пошли. Сейчас еще дунет и ему сделать ТП. Нет, стоит пока. Что там по базе покажите? Да, высажу. Там есть грейд на броню или нет? Нету, походу. Дует. Ну, надо делать ТП, наверное. Телепортируется. Либо застал просто кого-то. Дуй, дуй. Все. Не уйдет просто. Завех заборат. База у Фоги не ставится. 30 на 49. Михаил, вас не слышно. А вы хотите что-то сказать? Да я тут ногти уничтожаю уже просто. Как мне такая за Фогича обидно. Не за деньги, а за Фогича, понимаешь? Да, вот так мы начали. Сейчас сильный психологический прием. Ну, мое предложение по 5 косарей присылаешь и продолжаем. Она все еще актуальна. Даже 4, ладно, хорошо. Ну, все еще актуально, пацаны. Он говорит, что еще, все еще актуально. Ну, ну, нету шоу. До конца! Минус Ханта? Нет, ушел? Ох, щас могут сдуть. Смотри, смотри, там, на шахте. О Май Гад! О Май Гад! Это вообще такие моменты, Мун просто баз нету. Миша пишут, что сидит ладно, нет-нет-нет, фу, такой стресс вообще. Барак уходит на базу, Фоге, конечно, тяжело в этой игре. 349, но пытается делать всё, что может. Говорят, надо делать контр-предложение. Проходит, идёт панда, и что же будет делать, Миша, скажи, что он будет делать. Да, у Фоге очень мало вариантов дальше по… Ну он сейчас, наверное, должен вылететь один гиппогриф и закончить эту игру. Есть там, ну, броня для зданий, делается или нет? Что он делает в здании? Мне просто интересно. Да, Радан, на Чиплассинг. В левом нижнем углу уже пишется, что на Чиплассинг он делает. Блин, Фогич, Фогич, Фогич. Ну хорошая задумка, да? Ну, в целом, возможно. Ну ты говорил 95% вин. Ну, как видишь, остались те 5%, на которые я ссылался. Пошёл ставить сразу базу Мун перед мейном своим. Проходит дальше. Минус контреска. Пытается залететь, но тут ничего не светит. Панда убьётся. Сейчас дышнёт даже случайно. Да, да. Ты же правильно всё равно. Да, строит наконец-то базу, ещё строит. Дима ещё отдельно качается. Очень грамотно, конечно, Мун вернулся в это всё. Блин. 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 Мне выдадут на всех это играть. Да. С ума сойти. Это что, меня минус двадцатка, что ли, ждёт за вечер? Надо смотреть, чем закончится эта база с мэл. Блин, Фогич, ты можешь, ты можешь. Минус десятка, откуда минус десятка, если десятку мы выиграли, а сейчас на кону двадцатка. А, минус десятка. Фух, минус десятка. А чё ты молчишь-то? Чё ты меня путаешь? Какое. Бряда. Плюс тридцать, говорит Каменский. А возможно и хунью-хунью, как говорится. Хунью-хунью, Михаил, хунью. А это с китайского как переводится? Хунью? Угу. А я щас тяги напишу. Панда, да. Имеется в виду типа ху ноу, но звучит как хунью-хунью. Ааа, кто знал, кто знал? Ну типа да. Такой, и панда вырывается. Да, но последнее сражение за базу, с которой ничего не может сделать, ну в смысле с армией ничего не может сделать. Позицию конечно занял. Да, позиция такая. Муна вообще. Вообще, ну вот выйдет просто и попрощается. Там дискал какой-то. Ну пока отошел по войску, а есть свиток вылечит. Отлично. Да, все, коты разваливаются, пишем ГГ, выходим. К сожалению, к большому сожалению, панда четвертая, коты падают, Арчи тут вообще против панды, это не тот выход вообще. ГГ пишет Фоги 2-1. Черт! Не хлопай! Нееет! 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 Мне очень тяжело в это верить, но учат взрывается. Бо-5, 2-1 забудем. Ох, что происходит, что происходит. Не расслабляемся, еще, еще Бо-5 у нас, ребят, до трех побед идет сражение. Да, Фоги проигрывает 1-2, да, да, он не должен проигрывать. Да, он выигрывал до этого 3-0, он может две карты взять подряд, мы это видели, мы это видели. И на кону. У Миши 3000 зрителей, просто Миша, чтоб ты понимал, тебя смотрят 3000 зрителей. Не меня, а нас. 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 Они ждут, что, что, кто из нас обосрется? Сыка, сейчас... Сыка, сейчас... Сыка, сейчас... Как вы думаете, кто выиграет? Кто выиграет? Кто? Какая игра, какая игра. Проходим дальше. Какая следующая карта. Ребята, обязательно ставьте лайки на YouTube. Бутгейм. Зачем? Когда смотрят 1800 там, а 306 лайков, это очень грустно. Где-то густит в лесу один... Я не знаю, на что это влияет. Вряд ли мы попадем там с Варкрафтом какие-то рекомендации. А, популяризация? Да. Я не, это самое. Если тебя будут заходить 2000 смотреть, тебе всегда не 2000 лайков поставят, но... Класс. Что будет? Everybody knows about GG game in the world. Бодренько-бодренько, да, 1-2. А если все будут знать и будут смотреть на Good Game так в Варкрафт, значит, это будет популяризировать Варкрафт. А если это будет популяризировать Варкрафт, то мы больше будем увидеть шоу-матчи и у вас будет больше воскресных, возможно, стримов. На такой экшен вы больше нигде не увидите. Итак, 2-1. О, это нисто. Блин. Слушай, ну, давай пятерку ты все-таки скинешь просто и закроем, закроем вопрос. Demon Hunter на Demon Hunter. Ну, сейчас пойдет опять зеркалка, переть не будет. Фоги проигрывает пока что со счетом 1-2. Давай до конца... Нет, не до конца. В течение минуты я даю тебе последний шанс. Просто последний шанс. Миш, я предлагаю встречное предложение. Ты готов? Нет, зачем? Мне не нужно встречное предложение. Я тебе предлагаю. Просто пятерку прямо сейчас скидывай и все. Я предлагаю встречное еще 10к добавить. Куда? На каком основании вообще? Гулять так гулять, как говорится. Такой молодец. Гигант мысли просто. А что нет? Вечер перестает быть томным. Где же пивзгает молодой варкрафте, подающий надежде? Да, спасибо большое за поддержку. Фух, ладно, хорошо. Болеем за желтень. Опять мусер-клетка падает. Да, да, да. Носок бы еще выпал. Вообще было бы идеально. Ну тоже нормально. Плюс жизни. Так, это серьезно, да, это очень серьезно. Фух, такой стресс. Такой стресс. Прямо колоссальный. Когти выпали и перча, а там выпала цирклетка и перча, я даже не знаю. Наверное, когти и перчи сильнее. Сейчас очень важно, кто цирклетку выкупит, ребят. Кто выкупит цирклетку, тот и будет иметь батл. Вот очень важно две арчи. Перестрелку сделали. Урон очень маленький нанесся. Есть траглянку перекупает. Хорош. Так, ну что, время обдумывания действительно истекло, так что просто фиксируем, что ты не воспользовался этой возможностью. Это последние шансы. Я не решил принять мою атаку таксить предложение. Есть траглянка. Бутов спид и даст взял. Нет, даст не взял. Зафиксировал, ремайкер постеснялся. Тык-дык-дык, харчи, очень важно их сейвить. Но не уйдешь, потому что не уйдешь. Минус арча у Муна. Не факт. Ой-ой-ой-ой. Ой, висп хороший. Минус арча первая. Да. Почти победа. Вторую блочь, блочь, блочь. Как никогда не блочил. Можно вторую. Ну, вторую это сложно отбить. Вторая уходит. Вторая уходит. Проходит дальше, стоит. Ну-ну-ну, давай, ну-ну, врывается. Все подожгу. Ну, он тут колодцы выедает. Видишь, колодцы тратит. Даст есть? Да. Если б даст купил, было бы конечно. По центру Фоги кого-то встретил, тоже начинает нарезать. А виспа нам не показывают тоже арчи, у Фогича убивают. Кого встретил? Виспа убил Фогич здесь. Так, эти сапоги, конечно, могут сыграть роль нормального танцора. По очень сильному, я бы сказал. Сейчас опять мы на Берн пропустим. Блин, мы на два Берна просто отстаем, Соник. Что делать? Нага у нас первая. Нага вторая. Ой-ой-ой. Погнался. Погнался. Ну, сапоги сыграли роль свою, как я и говорил. Так. Так. Очень важно. Ой-ой, хороший момент. Можно крипджекнуть этого наглеца. Давай-давай-давай, врываемся. Прям в нагу, прям в нагу, в нагу, в нагу. В нагу, в нагу. Арчас уже справа блочит. Блочит справа. Ты видел, как заранее он Арчу поставил туда? Давай стрельни, убей её. Дааа. Дааа. Минус Нага. Что молчишь? Просто взял сапоги. Я сказал об этом, что сапоги сыграли. А, ты сказал? Да. Я просто не услышал. Ты тихо говорил. Окей. Хорошо. Хорошо. Продолжаем тогда говорить. Так. Тролли в тролли. Блин. Такой ему наказан просто за наглость. Ааа. Эти крыльцы работают. Арчу не трожь, слышь. Арчу, блин. Блин, блин. Арча, арча, арча. Жалко Арчу. Ой, закончилась просветка. Придётся ещё 50 голды тратить. Почти стоимость Арчи. Ой-ой-ой. Так. Так. 29 на 32. Ну, на больше. Ну, сапоги решили, учитывая, что он нагуслил. Сапоги спиды догоняется у Фоги, но Мун не стал. Он взял себе клетку, но в целом такой себе размер. Не стой актуальный. Немного, да. Ещё он барак вывел очень далеко. Магазин очень важно отдать, там финальное может. Очень важно отдать магазин, я согласен. Ну, блин, что ты бегаешь-то бесцельно абсолютно, ну. Давай, давай, борьба, 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 барак этот-то. Бей, бей, бей. Ну, беги давай. Борьбы не будет. Ну, сапоги. Эээ. Сразу дэмона. Ну, дэмоном можно ж, Хантер. Ну, нормально наказал его из-за того, что захотел что-то там сделать. Пришёл, стрельнул мисс, блин, вообще, класс. Вот это 10% вообще. Барак сейчас отдохнул вверху. Да, утро наступает, барак там… Не, он выводит его, нормально. По поводу холодильника, мой тоже холодильник скоро накроется. Зарешали это папины ногти и мамкины носки? Ну, нет. Отчасти тут братское кольцо. Причём их два. Умуна. В опасный момент Зимка возвращается у Муну здоровой. Ай, как напряжённо-то, а? Появляется первый дриад к Соболешим, и там, и там… Что Мун резко начал играть, делать на броню? Вообще непонятно. Ну что, магазин мы сможем забрать или не сможем? Там рядом трётся, у нас две дриадки есть. Да, хорошая позиция, хорошая позиция, хорошая позиция! Ну сделай Бёрн, ты чё ты делаешь-то? Субимаску взяли мы. Кто добил? Мы добили? Мы добили. Хорошо, молодец. Это он мне вы добили. А мне вы, походу. Можно отходить, нету смысла, когда дриады подошли больше драться. Хорошо, Собимаска очень полезная штука, да? Или это же хороший артефакт? Для Наги, конечно. Конечно. Барак, блин, ну барак. Ну чуть-чуть можно было и барак отдать, в принципе. Ну мы забираем центр, получается. Мы же не только магазин собираем, мы же забираем ещё этого троля. Да! Там может быть камень жизни. Самый хороший артефакт здесь, наверное, камень жизни, как ты думаешь? Да? Да. Буквов Дэдбинс. Один из самых плохих выпадает. А он её сразу вызвал. Ну да. А чё делать ещё? Ну не знаю, можно было продать это, плюс не две дриады. Ну тут типа темп криппинга. Ну тут сколько сделок. Темп криппинга, темп криппинга, главное. Третья димка, хорошо. Там не третий ещё, кстати. Продал. Кстати, зачем продавать перчатки плюс три силы? 75 как бы жизни для димки. Ну что ты сделал, то сделай. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да, мы добили. Всё-таки там у твоей Наги не было опыта, совсем она неопытная. И соответственно мы добили. Мы добили и взяли предмет. Прикинь, классно как получилось. Прикинь, да. И у нас уже плюс 10 лимита, ребята! Мы убили Нагу, мы отвоевали центр, мы контролируем ситуацию. Димка у нас третий. Мы продолжаем харасить вражеского Демон Хантера, который даже не третий, 2.7. Моноберны вторые очень хорошо заходят. Мун третий получил, у него хорошие артефакты, на жир. Так. 3-3. Там 3-2. Персоналка пошла куда? На базу за арбой, видимо. Да, на базу за арбой. Блин, пропускаем Берн, к сожалению. Демон Хантер. Он продал, кстати, Субимаску. Прикинь. Фогич. Фоги идет в атаку. Опять Моноберн второе. Ну что ты делаешь-то? Зачем ты лезешь? Нага, ты вперед. Тебя вся армия впереди. 50 лимитов, 76. Вся армия впереди. 46-50. Вообще, настолько волнительные моменты бывают раз в месяц. Когда запор. Там Грейд 1-1, а у Фоги вообще по нулям, кстати. Ну, видишь, как решил, так решил, что поделать. Ну, это ошибка грубая. Ну, не знаю. Ну, хотя зато два сетка лечения. Возможно, в такой ситуации даже и свитки будут по цене. Пошел первый играть на атаку. Ай. Инфогич, давай. Пошел только, да? Да, только пошел. Там большая бутылка. Там большая бутылка жизни опять выпала. Халявщику этому корейскому. Оооо. Ига, и становится интересной. Мун не лезет, кстати, забавно. Он Фоги провоцирует. Под бараком Фоги, я думаю, не настолько. А чего ему лезть? У него хуже героя, у него хуже предметы. Надо брать нижний, либо верхний угол. Нижний срывается. Фоги, если сейчас купит иллюзии, нет, отходит. Мун понимает. Дирижабль это фейк. Дирижабль это фейк. Нет, дирижабль норм. Правый нижний угол сейчас забирать будет, Мун. Блин, Фоги, не тормози, пожалуйста. Ой. Быстрее, 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 быстрее нападай. И здесь точно будет третий уровень. Здесь может еще артефакт выпасть ему. Артефакт тут супер глутой. Надо срочно делать ТП. И надо отменять, что там выпадает. Нет, нет, рука не хамнява. Впадает шлем Бэтмена, по-моему. Ну, не самый лучший. Ну, хамняный, грубо говоря. Просто гамничий. Ну, люди, если иллюзии еще где-то взял. Купил, наверное, где он их взял? Это невкусен. Есть дроп. Под бараком есть дроп. 50, там, 2-1. Ну, по грейдам он сильный, конечно. Фоги выходит из лимита. Он боится, что Мун вышел, а это на самом деле просто иллюзии. Это ошибка. Мун на дверях был у Наги и у Демона Хантера, а это что-то новое. Вообще что-то новое. Фу, я в шоке. Сейчас Наги достанется Бёрн, блин. Ой, ну что ты лезешь, что-то? Ну, пропиши сам, Мана Бёрн, ну ты же знаешь, что он там. Ну, что ты делаешь-то? Ну, сейчас не подставляешься, он тебя Бёрнет. Бёрн, Мун. Так. Ну, Ки, дел... Так, будем давить, будем давить. У нас плюс 2 медведя, одинаковые апгрейды. Два свитка лечения против одного свитка лечения. Мун, выходи, сейчас тебе продают. Чего он не выходит? Дроп пошел. Он грейд делает 2-2, Миша, 2-2 грейд. Ё-моё, там 2-2 грейд. О, сейчас вообще что-то отчаянное произошло. О, Арчо оставил грамотно, видишь, что выходит. Там телепорта нет, ты понимаешь, что он делает? Ты понимаешь, что он делает? Скажи, ты понимаешь? Он увидел, он должен увидеть. О, там нет ТП. Он видел Арчо с Хайджиной, что... О, да ладно, Шавэ! Шавэ! О, боже, телепортируется Мун. Не, не ГГ. Аж чутка. Ставь медведя, ставь медведя, ставь... Ой, аккуратненько, аккуратненько, свиток один сделай. Еще спасает, спасает. Готовься телепортировать. Убьет, не убьет, убьет, не убьет, убьет, не убьет, не убьет. Не убьет, не убьет. Ладно, он не особо сильно потерял, он убил виспов, он потерял одного медведя, кажется, всего, да? Да, он немного потерял. Ну, ошибка была тем, что начал переводить, можно было убить из-за этого. Да, надо было. Ну, что сделал, то сделал. Да. Да. Ну, у нас сейчас все равно проблемы. Да, у него меньше лимитов, Оги может продолжать атаковать. У-у-у! И он, ну, что, видишь, тактическое Арчо все подпаливает. Арчо было просто гениально. Ты заценил этот маневр, да? Да, интересный был. не расстраивайся нормально еще пока не вы не бы не выиграл протекшн пошел виспы выводит только контроль пожалуйста хорошо с дирижаблем дирижабли у нас есть противником слабенькие герои биты очень хорошо отступает пункт да диман хантер или живой у нее есть бутылка правда можно подрезать еще там не знаю медведя арчу кого-нибудь еще бей не беги просто бей на ну что ж ты делаешь форму риджу до души его до души корейца не нужен нам нужно 2 2 потом 3 2 на красоте в суперфинале заслуженная победа пропивает большую бутылку риджу пошел перегруппироваться дима мы теряем медведя одного там тоже красные медведи к сожалению у нас медведи не форме сражаются что ты делаешь аккуратненько 54 44 10 лимита левел а по муна к сожалению о 44 50 уже не очень хорошо риджу пошел очень битый дима очень битый дима стал нет нет лимита сравниваются на телепорте возвращается фоги дожми его дожми здоровый демон убежали наши арчи демон хантер номер хобби с вкд бутылка он не может дать демон умирает да да ггг 2 2 а ты-то че орешь становится интересная офигеть вот это финал вот они сегодня зарубились представляешь финале верхней сетки три матча здесь уже 4 7 карт они сыграли и сейчас будет финальная пятая решающая игра тут столько интриги столько вопросов все могут короче блин хорошего но заценили какой классный был маневр он взял дирижабль отступил типа оставил одну арчу на в инвизе при этом он помнил что противник телепортировался у него нет тп сам уже заранее пошел туда вокруг облетал мун зевнулся там димка пробегает и все и дроп бах бах так ну мне к тебе есть предложение ты здесь ну десятку если пришлешь то как бы можем закрыть вопрос миша у меня к тебе встречная блин да ты вообще безбашенный какие плюс 20 чего так и запишем слился 2 2 ребята 2 2 2 2 даже не знаю было предложение оставить на на фоге но как случилось так случилось как говорится но тут как бы учитывая счет мы бы с тобой в одной и той же ситуации сейчас отказались кто бы на кого не поставил то есть они все весьма оправданно класс ах я в шоке сейчас все решится что не хватит пошутили и хватит серьезно только на нашем стриме майкер иногда может дать заднюю пацаны больше нигде вы этого не увидите в смысле какая задняя никто тебе заднюю не давал я просто жест это такое знаешь типа чтобы я сейчас тоже сделал контр жест но вебка не включена это его не видишь вот так-то какой батл вы увидели пацаны вы увидели да дерзко 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 вообще уверенность такая пошла вы слышали какая последняя карта кто знает какая разница вообще ну очень важная ну да она очень важна тиндер хантерс или тиндер хантерс тиндер хантерс что же будет или эсгэ 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 ребят ну вы восхищаетесь моей уверенностью я думаю восхищаться я буду где-то в уголке и неизвестно финал матча очень непредсказуемый стюрин приятно интересно а это где он сидит в смысле у кого или сам посадить у вас последняя карта эсгэ либо тиндер хантерс тиндер хантерс он будет играть там хантерски скорее всего будут либо у одного либо у второго это слишком она такая контактненькая что там еще есть а ей эсгэ либо тиндер хантерс ей просто ужасная наверное для меня карта будет азэ а не азэ была уже ну шансов сейчас стало мне немножко побольше кажется я не знаком с теорией вероятности как ты считаешь вот как до этой катки как-то оценивал свои шансы на победу я думаю ты изначально был уверен что фоги возьмет иди и поэтому была вообще сброс в мой огород прямо обида была если честно зачем ты согласился у тебя был выбор либо так либо так я не согласился я сделал контрнаступление их видишь не зря блин вот сейчас ты описываешь просто местами свой игровой стиль как бы зачем ты наступал в том моменте где как бы ну не нужно было наступать ну как бы по 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 идее было же 3-0 от фоги муна два часа назад он его 3-0 катнул нет сейчас 2-2 ты прав абсолютно здесь на тот момент понимаешь на тот момент это все время ну по-моему можно спустить как ты знаешь в известное место у-у-у-у-у-у-у! у-у-у-у-у-у-у-у T.O.O.O. скажем хорошо что она посмотрим факты 2-2 ну что давай moon Xbox 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 Да. Сокрытая долина, сокрытые холмы. Ты давно видел сокрытые холмы? Да я пытаюсь вспомнить, по-моему, он сегодня Мун выиграл. Они на этой карте не играли. Это не его карта. Есть устройство, конечно. Ну ладно. Смотрим все равно до конца. Блин, я волнуюсь. Вроде фонтаны в Патма должна быть, по идее. Патма пошла раз... Демон Хантер там по-разному играют, они... О-о-о-о... Демон Хантер от Муна. Ну, это не Муна карта. Он ее проиграл сегодня, я не знаю. Конечно, да. Ну, Фокки брал сегодня в Рицу один раз. Ну, ЦХ, за счет фонтанов, конечно, да, ты без сомнения прав. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Ой-ой-ой. Я волнуюсь, как будто сам играю, блин. Мы просто решающие. Такая катка. Фокки! Ребят, давайте энергию, энергию. Ну, Фокки! Ну, Фокки! Кто, кто болеет за Фокича? За это самое, за СНГ! За это самое, за... За Муна! За пятую расу! За Муна с детства! Вжухи, вжухи, спасибо, давайте, вжухи! Вжухи, за Фоги, конечно, конечно, за Фоги. Все с детства за Фоги. Ужасный артефакт выполнил. Прекрасный артефакт кольцо, Властелин колец. Демон Хантер. А там когти, как раз для Патмы. Когти — это самый лучший артефакт. Овца немножко подблочила даже. Пытается сейчас выманить здесь, но там нет. Ой-ой-ой. Куда вы бежите, Торчо? Я просто не догадываюсь даже. 500 баксов увеличили призовой фонд. И призовой фонд превысил 7000 баксов. 7398 баксов. Вот это мотивация. Бум, соберись. Поджимай, Торчо. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Давай-давай-давай-давай! Да! Да Торик вообще! Ты видел, как А подрезал? Красиво! Вау! Все увидели. Офигеть. Что он там стоит? Барак или база непонятная? Барак. Мы там, разведка рядом, виспо. Давай, Фогич, все в твоих руках. Все в твоих руках. О май гадабл, о май гадабл. Я, по-моему, чувствую, что сегодня буду грустить. А-а-а, он снова, а что оставляет? Куда они идут? Пошли Хандрески. Ультразрение доделывается сейчас у Фогича. Он выходит на охоту. Проверяет второй барак. Он понимает, понимает, что там выйдет All-In с тем или иным вариантом. Может, конечно, выкопать и пойти, и потом... Ой, хорошо, сейчас-то крипджекнуть, можно пострелять. Может, даже стрелка попробует добить, учитывая то, что у нас там... Давай, добей! Ну, добей, попытался бы добить, ты чё? Не, они минус. Фух. Блин, а чё он не стрельнул по этому, по... 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 не стрельнула? Чё он не стрельнул? Ну, когти, это для жриц, это просто... я не знаю, это просто мега-артефакт. Манвеллы пустые, это хорошо. Для агрессии нормально. Это ужасная карта, вообще, просто. Давай, Фогич, ты можешь. Доделывается Т2. Даст, возьми хоть, возьми хоть даст. Ну, взял, даст. Ну, взял, слава яйцам. Вся карта, он всё заст... Ты выйдешь, и тебя везде убьют. Ну, получилось, всё-таки, второй уровень. И кольцо себе подлочил. Вишь, повезло ему. Ну, наверное, да, за счёт кольца. Пацаны, вы чувствуете давление? Это вечерний Варкрафт-воскресенье. Супер-финал восьмого сезона в Варкрафт 3 Champions. Фоги с Муном играет в финале. Фоги забирает Магаз, пока жмётся Луналейки на базе. Что нам делать дальше? Димка выбегает, смотрит, но тут уже... Может, добить Монобёрном! Даже не попытался. Оооо! Ещё и три иллюзии выпало. Ещё и три иллюзии. Муна шансов, походу, тут. Ты вообще ещё пока ничего не понятно. Чё ещё подсвечу? Будет, наверное, за это самое застраивать так же, как на Амазоне, четырьмя-пятью протекторами. Хорошо, что он барак не поднял, не переступает. Да, его сейчас поймают. Бежит, бежит. Понимает. Виспон сразу назад, 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 назад. Начинает крепиться! Ооо! Он не видел его! Или видел? Видел. Виспон должен был видеть. Блин. Ладно, хорошо. Виспон 41. Сейчас пойдёт, улын уже должен идти. Не знаю, так как... Блин, и порой нельзя здесь сражаться. Чё ты делаешь? Вообще... Ну как, в смысле, Муну нельзя сражаться? В смысле, как нельзя? Тут все хантерски пьяные. Вообще какая-то глупая затея. Пошли виспы какие-то. Минус Арча. Третья Патма. Вторая Аура. Можно ещё одну Арчу подрезать. Мы старались. Ооо! Где виспы? Застраивать будем или нет? Да. О май гад. Очень классно. Пожалуйста, Мун. Мун, пожалуйста. Ауран готов действовать? Конечно. И на спулбрекеров действует Аура Патмы. Чё он делает? Зачем они бегают? Ну, Панду третью не набить. Просто с двух сторон стоит. С одной висп, с другой Арча. И всё, и всё видно. Ну, ну, нельзя выйти. Он две арчислил, а ещё его сейчас опять поймают. Ну, Арча всё видит просто. Всё значит. А как убивать-то я не пойму. Как вот убить? Свиток очень важный. Очень свиток, да. Тот и царь. Ну, он опять выходит, сорвутся, поймают, выиграют. Он подсвечивает, вон. Где Хантресс это вообще? Не делает Бёрну. Здесь, может, и не имеет смысла Бёрну делать, на самом деле. Тебе потом лечить этого Демон Хантера. Можно было окружить, попытаться. Что ты делаешь? Какие-то три иллюзии вызвал резко. Нет, за свиток, Барбал, очень важно свиток выкупить, на самом деле. Он телепорт продал. Пошли виспы. О-о-о-о! О-о-о! Момент истины, момент истины! Два свитка купили, иллюзии бегут вперёд. Фоги улынет, 48, лимита на 46. Панды, конечно, не прокаченные. Димка, конечно, не третий. Патма, конечно, третий. Конечно, конечно, там есть дриады, арчи. Надо справа под деревьями, видимо, протекторы ставить. Строй катапульту, строй катапульту. О-о-о! Протекшн пошел. Да, катапульту никто не заказывает. Отступает код. Один, второй. Нет, доконтраливай, пожалуйста, доконтраливай. К протекторам отступай. Свиток можно уже сейчас делать. Можно свиток делать? Свиток, молодец. Протектор достраивается. Можно сразу вниз уходить, как ты думаешь? Стоит сразу под протектор уходить? 49, у Муна 47. Все, пошли протекторы. Первые стреляют. Дриады отступают. Аккуратненько, аккуратненько. Он уже при Раши должен был заказать катапульту, он не заказал. Аккуратно, прикапываемся, прикапываемся. Подожди, еще не все, еще не все. Аккуратненько, там дриадка еле сжает. Дави, там все в открытку просто. Там Мунвеллы в открытку, алтарь в открытку. Две катапульты есть, первая катапульта. Две катапульты, две катапульты сразу заказывает Фогич. Блин, Фоги, да контроль, пожалуйста, котов. Он сначала всех отправил, потом боялся, что его пробреют, пока он там бегает котами. И вернул всех битых, сейчас снова возвращается. Вернулся. Так важно на магазине перекупить. Да, перекупает, кажется, Мун, свиток на магазине. Давай, давай, закапывайся. Прям под алтарь, прям под Мунвеллы. Аккуратненько, закапывается раз, два, хорошо. Уже будем стрелять сейчас по нему. Три, четыре. Стреляем по Мунвеллам, немножко стреляем по алтарю, по Хантерс Холлу. Здесь уже есть баллисты, к сожалению. Но у нас сейчас будет еще две баллисты. Подходит уже, две баллисты, третья строится. Виспы рядышком. Протекторы подходят поближе. У нашей баллисты здесь уже. Давай, Фугич, молодец. Так, 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 не отдавай протекторы, закапывайся. Протекторы пока не... Молодец, хорошо. Кто, у кого свиток? У свиток, у панды. Не лезь, не лезь дальше, не лезь. Нормально, под протекторами. Только под ними сражайся, красава. Гатапультами убивай. Мунвелла сейчас просто можно зайти. Хорошо, Мунвелла пустые. Там протектор ему не особо не поможет. Потому что у нас баллисты нормально будут по нему стрелять. Хорошо, сносим. Минус висп. Ооо, протекшн взял Фугич. 50 лимита на 48 лимиты, равные на позицию Муна. Конечно, очень хреновая. Мунвелл под ударом. Протектор, правда, тоже под ударом. Что делать? Минус протектор. Хорошо. Минус Мунвелл. Отлично. Фугич, Фугич, домой, дам ему. Ооо, Мунвелл ставит, чтобы лечиться здесь. Ой, уже просто выходит под мой. Типа, давай, нападай, давай. Постреляет по катапульту. Минус Мунвелл, сиплайблок. У Муна 48 на 40. Главную ошибку делает Фугич, он сейчас сделает фронт. Он убьет алтарь и убьет Хантрес Холл. И сделает фронт огромный для Муна. Не, не лезь туда, не отдавай героя. Ты чего? Вот это главная ошибка, чтобы от мамы могла сейчас нырнуть и отдаться. Вины пары, протекшн, начинает биться. Ооо, Хантреса нормально танкует. Арчи отступают. Хантреска минус. Что там? Минус алтарь. Отступит под протекшн. Под 40. Нас больше даже, Соник, нас больше. Выигрываем, кажись. Протекторы живы, стреляют. Да ладно? Да ладно? Да ладно? Три баллисты, души его. Блин, на руках 900, он пошел сейчас покупать свиток в магазине. Хорош, спасибо тебе за совет по поводу свитка. Сейчас мы купим свиток лечения. Два, еще серклетку. Отлично. Отлично. Активнее, активнее, Соник. Давай, комментируем. Последние секунды матча просто. Половины базы просто нет уже у Луналикова. Половина базы. Ой, помнишь мое предложение? Помнишь? Помнишь? Да! Да! Победа! Победа! 30к! Поздравляю! Спасибо. Фогич, красава. Соник, ты тоже молодец. Без тебя этот вечер бы не получился. Я желаю тебе удачи при общении с женой. Это грустная история. Да, не будем о грустном. Но мы были близки. Ты был близок. Фоги был близок. Мун был близок. Один-два, он проигрывал. Один-два, он проигрывал. Один-два. Тихий ужас. Один-два. Ну что, сейчас будет интервьюшечка с Фогичем. А потом мы ему еще позвоним в Дискорде. И пообщаемся с ним. Как так-то? Как так? Ой. Я думаю, в следующий раз мы однозначно найдем новые точки соприкосновения. Да, получилось очень хорошо, потому что, я не знаю, ну, как бы тут сразу противостояние, эмоции неподдельные. Совсем другой уровень комментирования. Спасибо тебе большое, Соник, за компанию, за эмоции. Давай, я пойду переводить так до Фогича. Давай, давай, пока-пока. О, там интервью. У меня эмоций нет совсем. Большая была серия продолжительная. Как ты готовился к этому турниру? Было что-то особенное? Я определенные вещи, конечно, готовил, но, вы знаете, это секреты, секреты. Я не хочу делиться своими секретами подготовки, тем более Дримхак впереди. Ну, все понятно, конечно. Ты будешь на Нексте играть, насколько я понимаю, дальше? Да, в этот раз они пригласили меня, я был удивлен, потому что обычно европейцев вообще не приглашают, но ты же особенный, что ты и показал, что ты и доказал. Великолепное вступление. В общем, сильнее... Да, я думаю, что... Лучшая форма на данный момент, потому что, вы знаете... Я продолжаю играть в Warcraft и продолжаю работать над... Улучшать свою игру, поэтому я думаю, что сейчас... Играю лучше и с меньшим количеством ошибок. По поводу игр, ты знаешь, какие ошибки совершил, или что-то можно улучшить, или ты идеально сыграл, или это... И просто нужно поддерживать эту форму. Вопрос, конечно. Я думаю, что ключ — это постоянно тренироваться, серьезно работать каждый день и сохранять мотивацию, потому что Warcraft сейчас... У него есть хэс, видимо, да? У Warcraft... Не понял я его. Ну, короче, для большего игроков мотивация появилась, видимо. Если люди видят, что ты играешь, они могут быть мотивированы... Если... Мистер Карсон, у тебя есть вопросы к нашему В3-чемпиону? Спасибо, неизвестно. Да, когда он готов для него. Он чистит его комнату. Я должен делать то же самое. Вероятно, у меня есть красный экран. Да, одна вопрос от меня, Фогги. Ну, чтобы начать... Это была невероятно сильная перформанс. Ну, хорошо. Ты очень рано спать ложишься, там, в 10 часов. У тебя какое-то расписание прям четкое, это помогает тебе... Что за расписание у тебя, кроме Warcraft? Мое расписание не такое необычное. В 10-11 часов он ложится спать. И просыпаешь 9-10. Ну, конечно, я... Особая... Особая рутина, это интересно. Особое время для еды, для сна. Ну, не каждый день это происходит, потому что, например, в выходные, может, попозже уйти. Это нормально для любого спортсмена и для киброспортсмена тоже. Тоже работает. Да. 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 Я думаю, что Корея... У них другая стратегия. У них другая стратегия. Просто большое количество матчей. Я думаю, что... Для меня лучше делать какие-то перерывы между матчами. Вы знаете, можно занять 10-15 минут. Можно занять 10-15 минут. Поэтому... Моя практика другая стратегия. Ну, в общем, практика другая стратегия. Но идея в том... И если вы граните 50 игр в один день, то вы не хотите гранить 50 в следующем. Но если вы граните 10 в один день, то вы играете 10-7 дней в неделю. Я точно думаю, что это делается. Да. Варкрафт такая игра. Ты должен сохраниться. Ну, свеженьким быть. Если устаешь... Ты потом смотришь, как игроки играют и начинаешь... Почему он такую ошибку допускает? Каждый игрок... У каждого игрока есть... Какой-то левел. Как-то у него есть. И иногда у тебя есть преимущество. А, energy level. Ну, в общем, истощаешь. Варкрафт ресурсоемка играет, и устаешь. И можешь допускать ошибки, короче говоря. Фроги, я хочу сказать тебе... Многие спамили Фроги. Многие спамили Фроги. А, слушайте. Фанатам сейчас что-нибудь скажете. Спасибо вам, ребята. Я прошу прощения, что не стримил и тренировался без стримов. Я старался концентрацию. Я думаю, что это лучше, потому что я смогу лучше результаты получаются, и у вас появятся хорошие качественные игры. Спасибо большое. Спасибо большое. Отлично. Я ценю. Обычно я смотрю чат, и ваш любой позитивный комментарий заставляет меня улыбнуться. Все, отлично. Все, я побежал к Фогичу, друзья. Еееей, Фогич, здравствуй. Алло, алло, алло. Как слышно? Здрасте. Я думала, что какая-то ставочка была. Я тебе все расскажу. Короче, это незабываемый вечер. Спасибо тебе большое за прекрасные игры. Наконец-то. Я не могу себе просто это представить, потому что для меня тоже Мун долгое время был иконой, лидером, примером для подражания. Но я-то, ты понимаешь, не дошел до уровня, что встречаешься с ним в финале и два раза в B5 его убиваю. А у тебя получилось? Тебя же именно Мун, в первую очередь, вдохновил на подвиги? Ну, конечно. Я сейчас смотрю его стримы, он стримит почти каждый день. И каково это, как бы, на турнире вот так вот мочкануть его? Ну, во-первых, когда играешь против Муна, чувствуется самый высокий уровень. Потому что, ну, когда я играю против других эльфов, я не ощущаю вот этих... Ну, вот он делает правильные ходы постоянно. Вот. Единственное, что, может быть, сейчас Мун уже не так много у него энергии, как раньше. И я в этом плане... Ну, если мы играем на равных, я, получается, за счет того, что у меня получше будет концентрация и больше энергии. Ну, я моложе, грубо говоря. Ну, это, я считаю, моё преимущество. Да ладно. Ну, слушай, это... Не прибедняйся. То есть, у него опыта, например, значительно больше. У тебя энергии. Это же все... Ты вполне заслуженные победы. Ты чего? Не-не, я не говорю, что не заслуженные. Я просто говорю, какие вот... Я вижу преимущества у меня есть, за счет чего я могу выигрывать. Ну, Мун может играть еще лучше. То есть, я, конечно же, это... Я недоволен своей игрой в какой-то... В каких-то моментах и его игрой в каких-то моментах. Вот. Ну, в целом... Ну, типа, можно еще сказать, что у него время было не самое лучшее для игры. Ой, ну, вот это вот все, да. Это... Мы с большим удовольствием с Соником прокомментировали этот матч. Это было... Это было... Ну, мне сложно рассказать, но... Короче... Плюс 30к. Плюс 30к. Я верил в твою победу. Соник не верил. Он болел за Муна. Я пытался ему противостоять. И в результате у нас получились такие яркие игры. В общем, было интересно. А... Вопросы. Что там по артефактам, блин? Муну там три игры подряд. Падает все классное. А тебе вообще падает всякая фигня. Например, на Last Refuge. На Last Refuge что у тебя там было? Мана Дрейн против Большого Инвула. Рунные браслеты против вампиризма. И что-то еще было такое. Ну, я его уже... Серклетки его не считаю. Потому что ему уже там три игры подряд. Серклетка первая выпадает любому герою. А каково это, играя в Мирор? Причем, ну, как бы Мирор Дима Козел, Дима Нага. Но все равно мы говорим, что это Мирор Медвежий. Наблюдать буквально, что человеку выпадает вот это вот, а тебе выпадает вот это вот. Ну, это Варкрафт. Надо сконцентрироваться на том, что ты можешь сделать в игре, а не на какие-то факты. Конечно, я просто на Last Refuge, когда выпадают колокольчики, ну, это тяжело выиграть. Ну, это рандом. И это только на этой карте, по сути. Ну, тяжело так, когда выпадает. Вот. А в остальном, конечно... Ну, есть карты, например, Ноза Найлз, где есть Marketplace, там можно вот купить артефакты. Ну, то есть есть карты, где можно все-таки как-то сравнять шансы или голду как-то лучше выложить с проданных артефактов. Собственно... Ну, я стараюсь это не тильтовать по этому поводу. Ну, на Last Refuge выпали колокольчики. Ну, что сделаешь? Следующую игру надо тащить. Угу. Так, ну, давайте сразу... Мне чатик напоминает. У тебя на Амазоне, значит, мишечки, он пушит с талонами, у тебя выходят два Mountain Giant, и ты против масс талонов не берешь елки. Объяснись, пожалуйста. Какие елки? Ну, вот Mountain Giant ты им берешь, тыкаешь на елку. А, дубинки, дубинки. Дубинки, дубинки, дубинки. Угу. Поэтому... Поэтому... И не беру елки. Ага. Там у тебя британец... Британец что-то месит. Это британец или кто? Да, да. Сейчас пока... Пародистая. Давайте кису. Все. Про интервью забыли. Мяаа! Пусть тебя тварь! Это шотландец. А, шотландец. Хорошо. Он тоже ухи так приспущены. Нормальный такой. Он прямо ухи. Прямо ухи. Ё-моё! Что происходит? Спасибо большое, да. Я сейчас даже чихну от такого контакта. Так, что там у нас было? У нас еще первый день был классный 2.0-2.0. И там был сок. Можешь вспомнить игры? Там что-то было такое запоминающееся, прям интересное, что... Потому что со стороны казалось, что оба они отлетели довольно просто. То есть там не было серьезных моментов, где у тебя не было, например, контроля. И как только ты преимущество получил, там все вроде бы было до конца ровненько. Или нет? Там, собственно, ну, сыграли они не в свою игру. Ну, скажем, могли сыграть лучше. Вот. Это если я так, грубо говоря. Понятно. Не знаю. Я думаю, что у корейцев иногда бывают проблемы с тем, что они уставшие играют, потому что гриндят постоянно. Ну, они просто много-много тренируются, много турниров играют. Поэтому не на всех турнирах у них получается идеально прям играть. Еще, может быть, потому что я не играю ладер много, поэтому против меня они часто играют. Да, это, кстати, хороший плюс. И они, ну, они, ну, они как раз, корейцы, они любят адаптироваться по чей-то стиль, там, в ладере гриндить. Я, собственно, ну, такие моменты стараюсь ладернее играть, наоборот, чтобы стратегии какие-то подготовить. Ну, и это как бы дает результаты. Корейцы в итоге, ну, скажем, ну, я чувствую, что когда вот Ловлет там где-то ошибку делает, он не потому что он играть не умеет, он суперкруто играет, но просто устал или не отдохнул нормально конкретно к этому турниру. Ну, такие вот моменты, которые, ну, я вот чувствую, что когда вот играю против Муна, я могу понять, когда Муна уставше играет против меня, а когда он играет нормально. То есть в финале он играл лучше, чем, например... Это, ну, возможно, ему добавила мотивация победа в нижней части сетки, то есть как бы получается логика какая. Ты, ладно, в финале Винеров проиграл, но ты же все-таки, тебе дала судьба этот второй шанс, да, ты же не просто так фокус убил, чтобы отдаться второй раз в суперфинале, поэтому надо собраться. Он даже перерывы не делал, он просто писали, Мун, тебе надо брейк? А он такой, нет, типа, поехали. Он без перерыва с 2004 играет, все нормально у него. Ну, слушай, вопрос на Амазоне, кажется, против Лавлиета, да, там Масхантрески у него были, а ты через Солодимков в Т3 пошел. Это какая-то... это из-за того, что ты на старте ему понаубивал и подумал, что можно понаглеть и дожить? Или это какая-то реальная тема, чтобы отбиться, ну, типа, можно без второго героя, без задержки на Т2 за счет меткости и арбы отбиться от... Потому что кажется, что такая вот хрень проиграет твоему же самому пушу с Патмо и застройкой с четырьмя протекторами. Ну, да, да, получается, ну, во-первых, из-за того, что он начало провалил с таким бараком, Беспов потерял, все, у него уже тайминг потерянный, тайминг игровой. Ну, да, и во-вторых, ну, посмотреть, как он будет реагировать, пойдет ли он застраивать, ли он начнет. Ну, так как... я вижу, что Лавлет просто эту стратегию с Патмоей, ну, не до конца понимает и мало практикует. То есть, ну, ты правильно говоришь, что надо идти протекторами застраивать, но он не стал. В итоге я его наказал в такой стратегии за то, что он так пассивно отыграл. А кто-то из корейцев вообще по такому таймингу с Патмоей третий и с под 50 лимита с протекторами застраивает? Я просто что-то не помню. Мун? Мун застраивает? А, то есть, окей. Ну, то есть, Патмо, Тока Мун играет на таком высоком уровне. Ну, и я, получается. Ну. Лавлет, Колорфул, они, скажем так, в эту стратегию хуже понимают, поэтому... Слушай, ну, круто. Вообще, одно удовольствие было смотреть балет. Прекрасная игра, особенно когда ты видишь, что в 8 игроков... Ну, ладно, хит мы не особо считаем. Он, там, товарищ странный. Четвертый по миру на американцах, а по факту ГГ не пишет, когда проигрывает странно. Но ты среди лучших игроков, по сути... Ну, разве что, ладно, там, Хэппича и Лина не хватало. Да, Хэппи Лины конкретно не хватало. Но, все равно, слушай, сок для начала. Потом кто? Лолита была, да, у тебя? Лолает? Ну, да. Ну, видишь, получается, что меня... У меня сильный эльф на эльф получается, поэтому... Вот, может быть, с фокусом было бы сложно. Я считаю, что если ты хорошо зеркалку понимаешь, то значит, что ты, в принципе, механику игры понимаешь. Потому что если ты хорошо играешь против какой-то другой расы, то можно списать в любом случае на какую-то мету и дисбаланс. А если ты мочишь людей в Мироре, когда у них тот же самый инструментарий, что и у тебя, то это определенный показатель. Классно. Очень приятно смотреть. Так, друзья, Фоги чемпион. Да, Фоги чемпион-агибатор. Ты такую трансляцию пропустил? Ну, бас. Давайте, вопросы из чата. Красавец Фоги, да. Безусловно. Безусловно. Задавайте свои вопросы, передавайте приветы. Сейчас мы тебя немножко еще подержим. Минут три-пять. Ну, тем более на русском языке это что-то. Мне не пообщаться. Два раза мун — это мега-уровень. Согласен. Это просто. Так, что еще пока они думают? Я думаю, если хэппи вынести два раза, то это мега-уровень. Да. Ну, вот жалко, что не было возможности посмотреть на его игру против корейцев. Конечно. Да, что с пингом было? Ну, вы предполагали, что там приблизительно плюс-минус 20 пинка одинаковый должен был быть по хостам. Но все-таки... Ну, у Муна был хороший пинг. Ну, конкретно какой? У него, получается, 60 был против моих 120. Неплохо. Первую серию мы играли вот... Я что-то натупил там. Оказывается, кто... Ну, кто того, кто первый выбирает карту, а второму дают хост лучше. А-а-а. Я, получается, в первый раз выбрал хост хуже получился у меня. То есть, Мун играл с 50 пинка преимущества. То есть, ну, чередовали. Но у него первая карта была с преимуществом. А финал мы, получается, сыграли уже... Ну, я с преимуществом играл. Угу. Когда Виспы станут дешевле, спрашиваю, Торион Стрим. Это, видимо, какая-то особенность механики. Ну, ладно, не понимаю этот юмор. Как готовишься к Дримхаку, кстати, да? И сколько там за первое место, за сколько заработал? На Дримхаке с какой призовой? Не-не-не, на этом турнире сколько за первое место? Ой, на этом турнире немного, по-моему, полторы тысячи, потому что там... Ну, они так распределяют призовой, что там каждому... А, на следующие сезоны? Каждому, да. На следующий сезон, во-первых. А во-вторых, там за топ-16 там всем хорошие призовые по 100, по 200, по 300 баксов. Ясно. Поэтому... Да, призовой, короче, такой небольшой, скромный довольно-таки для такого состава, я считаю. Поэтому, да, я считаю, что этот турнир это просто разминка перед предстоящим турниром Швеции, потому что в Швеции там будут хорошие призовые и там будет хэппи играть. Поэтому я только за этот турнир переживаю. На самом деле, этот турнир я играл, ну, как тренировку на расслабоне. А, понятно. Поэтому, может быть, поэтому... Поэтому, может быть, это у меня, ну, хорошо игра получилась, потому что я вообще не переживал. Я не могу сказать, как я готовлюсь, потому что это секрет. Ну, с Пухом или нет, скажи, главное? Нет, нет. Нет, нет, нет. Ну, не потому что это не уважаю тренера, Пух мне очень помог, и благодаря ему я играю, так как я сейчас играю, но он сейчас не следит за Варкрафтом, поэтому он, скажем так, не в мете. Он был в мете, да, когда-то? Ну, ладно, не будем. Может, не отвечать на этот вопрос. Так, и с визой у тебя не будет проблем, всё нормально, да? В Швецию как? Не знаю, можно ещё короной заболеть перед поездкой. Да, это, кстати... Ну, короче, да, я вот сейчас переживаю за эту поездку, потому что надо ещё туда доехать, во-первых, во-вторых, надо, ну, показать хорошую игру там, и, конечно же, ну, ты вроде как и тренируешься целый день, каждый день, но понимаешь, что надо прям такую игру показать, что прям прям хэппи выиграть. Ты привит, спрашивает пользователь сникненным Сокол. Нет, я не успел, потому что турниры довольно-таки анонсировали рано, за месяц, так что я бы даже, если бы хотел, но я бы не успел. И плюс не знаю. Так, что-то удивляешься. Я, подожди, вопрос был про то, привит ты или нет? Или ты говоришь, что не успел привиться бы за месяц, или что? Я прослушал просто. я сказал, что я не привит, и, ну, организаторы слишком поздно написали воду этого ивента, поэтому я не смог планировать. Я бы, может, съездил, ну, к себе во Львов, привился. А здесь на месте, там, где ты сейчас живёшь, в Беларуси, не можешь привиться? Или что? Как это работает? Могу, но не знаю. Тут, ну, во-первых, не все прививки доступны. Так. Ага. Ясно. Ну, озадачил ты нас. Озадачил. Так не пустят, говорит, в Швецию без прививки. Да пустят. Я же из Украины. А-а-а. Так. Скажи, Фогич, что, скорее всего, не вакцированный мир закроет скоро дорогу в ЕС. Украинцам. Радагаст пишет. У нас очень много экспертов в чате. Я заранее тебя предупреждаю. Если тебе нужна какая-нибудь, там, снять порчу, юридическую помощь какую-нибудь оказать. Да и советы по варкам-то тоже легко мы можем дать. Так что, легко обращайся. Шутки шутками, а Сокол готов тебя в Pfizer выслать. Ладно, короче, не будем тебя больше мучить. Красава. Отдыхай, тренируйся, прививайся, гладь кота и скажи, что хочешь напоследок. Мы очень сильно за тебя болели. Честно. Я особенно. Спасибо Майкеру, пацаны, счайте ко всем. Спасибо, что болеете, смотрите мои игры. Я переживаю только за Швецию, чтобы там хорошую игру показать. То, что сегодня это все классно, но Швеции надо получше игру еще показать. Красава. Отличный настрой. Еще раз поздравляем. Отлично сыграл. Хорошего вечера. Пока. Да, всем хорошей, что всем пока. Ух, спасибо Фогичу большое за интервью. Блин, это было так классно. Даже, даже не хочется в Диа Биллинс играть. Да и в PUBG, как бы с соколом этот вечер. Нет, давайте в Биллинс. Можно сегодня сделать просто плюс 70 тысяч. Как вы относитесь к тому, что Бобер станет богаче? Вау. Остановлю локальную запись. Супер вечер, просто супер вечер. Супер игры. Мне очень понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.